Что? Да, уже вечереет, уже начинается 14 Ниссана, как раз вот тот самый день Великого Исхода. И, не знаю, в моем сердце, в моей душе сейчас такой восторг, неописуемый восторг. Знаете, я прикасаюсь вот к той древней истории, которая, ну, по-человечески это было давно, 3331 год назад было это. Но Бог наш, Он вне времени. Само время это Его творение, одно из Его творений, прекрасных творений. Вот, и то, что Он сейчас совершает, это продолжение Великого Исхода. Потому что наш Бог есть Бог Исхода. Удивительно, Он есть Бог Исхода. Вот, и тогда, 3331 год назад, предводителем Исхода был Моисей. А сейчас Иешуа, Иисус. Сейчас Иисус Христос, Сын Божий, Господь и Спаситель наш, Он является предводителем Великого Исхода. Из Царства Тьмы в Царство Света. Поэтому, совершая пасхальный седр, седр-пасах, мы уже как новозаветные верующие, в благодати Божьей, именно в благодати Божьей, мы совершаем, будучи не под законом, а будучи во Христе Иисусе. Вот, слава Богу. Да, кто-то свободен не праздновать, тот тем более свободен праздновать. Не, но вопрос это не в том, что мы делаем или что не делаем. Можно ничего не соблюдать и ничего не праздновать и быть законником. Можно все праздновать и все соблюдать и быть в благодати Божьей. Здесь это дело не в том, что мы делаем. Здесь вопрос сердца, вопрос лично каждого из нас. Поэтому, даже в интернете, допустим, очень разные люди подключаются. Благо, когда человек лично знаешь, допустим. Ну, а когда только так вот по переписке, то очень трудно иметь представление вообще о том, что есть человек. Хотя, потому что человек пишет, можно иметь какой-то образ уже, какое-то представление, допустим. Как, допустим, еще Сократ говорил до древности. Начни говорить, я хочу тебя увидеть. То есть, чтобы увидеть человека, надо услышать его. Вот именно. Да, друзья. Вот, и благоставляю всех вас, возлюбленные, дорогие друзья. Благоставляю. Начало 14-го Ниссана это великая дата. Великий юбилей. Слава Богу. Вот, и сегодня молюсь за семьи. Молюсь о наших семьях. Вот, верю, что Господь и сегодня, Он спасает не только наш, вот, не только нас спасает, но и наши дома, наших родных, ближних спасает так именно. Вот, да и вообще Он пришел, чтобы всех спасти. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Друзья, братья, сестры. Вот, сегодня молюсь за семьи. Особая такая молитва. 14-го Ниссана моя молитва за семьи. Сегодня моя молитва за Израиль. Моя молитва сегодня за всех евреев и вернувшихся уже в землю обетованную, да, и в России не находящихся. Вот, моя молитва сегодня за Церковь Божью, за христианство. Вот, и молюсь о том, чтобы Господь пробудил Церковь Свою, вот, и благословил Израиля, вот, и во имя Христа Иисуса. Благоставляю Иерусалим, дорогие друзья, благоставляю во имя Господне. Молимся за Израиль во славу Божьей, написано, да, аминь, 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 аллилуйя. Благоставляю вас. И пою благословение еще отдельно сейчас на Израиль, вот, и это 14-е число Ниссана, значит, пасхальные седры будут проходить уже вечером, завтра, вот, но верю, что спасение и весь дом наш, аминь, 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 аминь. Ольга пишет, да, что все семейство наше спасется, аминь, аминь, аминь. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо, спасибо тебе, Царь Вселенной, спасибо за все. Благодарю тебя этим вечером, Господь, в начале нового дня, уже 14-го Ниссана в начале. Божье, я возношу тебе хвалу и славу всю, Господь, слава тебе. Благодарю тебя за победу твою, благодарю тебя за то, что 2000 лет назад ты воскликнул на кресте Голговском. Совершилось, совершилось искупление рода человеческого, совершилось наше спасение. Спасибо тебе, Господь, за все. Благодарю тебя, Боже, слава. Слава, слава и хвала. Благодарю тебя, Господь, за церковь твою, Боже, из евреев, неевреев, людей разных национальностей, культур, традиций, Боже, за всех, кто призывает твое святое имя, чистого сердца, Боже. Благодарю тебя, Господь, за всех детей твоих, Боже, во имя Иисуса Христа, слава тебе, Господь. Благослови сегодня всех нас, благослови сегодня Израиль, благослови сегодня церковь, благослови сегодня, Боже, всех нас. Аминь. Вот, друзья, и благодарю Бога всемогущего за, да, вот, Саша, пишет, да, Ержов, потому что духа не рабства, а духа усыновления. Авва, отче, да, Авва, Авину, то есть папочка, папуленька, папенька, Авва, папенька, папуленька. Так никогда человек религиозный, да, гоморолигара, человек религиозный никогда так не будет молиться, конечно. Это только может дитя Божье молиться уже, которое действительно в свободе, в благодати Божьей. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. То есть Пасха времен Моисея, она была величественна, но она была лишь прообразом истинной, современной нашей Пасхи, которой есть Иисус Христос. Пасха наша, Машиах. Пасха наша, Сам Христос. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Благословен Бог наш. Иисус Христос. Благословен Бог наш. Благословен Бог наш. Благословен Бог наш. Благослови. Благослови. Боже всемогущий. Благословен Бог наш. Благословен Бог наш. Благословен Бог наш. Всех, кто был в прямом эфире. Благослови, что мы сейчас присоединяемся и на Фейсбуке и здесь вот на Ютубе. Боже, благослови Господь всех. И кто потом будет смотреть уже видео это сохраненное. Благослови Господь. Слава Тебе, Боже наш. Аминь, аминь, аминь. Так что, друзья, совершаем сейчас причастие, Евхаристию, хлебопреломление. Вот, у меня здесь все готово уже. Я буду кушать сейчас, вот, и мясо поджарил сегодня наш мясо. Мясо приготовил у меня маца, горькие травы, вот, плод виноградной лозы у меня здесь вот. А, вот еще и такой еще есть, вот еще такой. Так что, слава Богу. Вот, и что с миром Божьим? Завтра в 6 утра, друзья, подключайтесь на утренний эфир 14-го Ниссана. Утром, да, был вечер и вот будет утро. Утром продолжим. Вот, и завтрашний день, особенный день. Так, знаете, вот, есть такое вот выражение, вот, сейчас вот в Украине, я сейчас в Киеве, в Украине, и в Украине сейчас, вот, скоро будет второй тур выборов президенту страны. Вот, и есть такое понятие, перед выборами день тишины. Вы знаете, вот, есть особые дни тишины. Вот, информационные. Даже неверующие люди понимают, что перед чем-то важным таким, да, важно вот именно выдержать тишину какую-то определенную, вот, информационную какую-то. И вот очень важно, действительно, пребывать сейчас в этом дне тишины. Пребывать, вот, этот день, 14-го Ниссана, в информационной такой тишине. Пусть Господь благостовит, погружайтесь в Господа, погружайтесь в Господа, в Его любовь, в океан Божьей любви. Сегодня уже не будет трансляции. Нет, я самого Седера сегодня не буду делать трансляции. Вот, может, завтра уже получится уже сделать трансляцию, да. Потому что у меня так готово все, но не все так приготовлено, да, честно говоря, так, как рассчитывал. Ну, вот, тоже молюсь сейчас, тоже враг пытался сбить просто вообще вчера, сегодня, вот, буквально перед тем, как начал эфир, вот, значит, поговорил с супругой своей, вот, по мессенджеру, вот. И, значит, вот, слава Богу за фейсбук, фейсбук мессенджер, можно общаться, как скайп, допустим, тоже, и видеть друг друга. Посмотрел внука, вот, значит, и молюсь сегодня за зятя нашего, вот, он сейчас в отпадении от Господа вновь, вот. Вот, и как было вот пару лет назад, сейчас вот, то же самое сейчас фактически, то есть, опять он стал пьянствовать, отошел от Господа, и молюсь сегодня за его душу, молюсь за спасение его. Вот, и, конечно, я, знаете, просто я скажу, вот, понимаю, что, вот, предпасхальным торжеством враг, он просто хотел выбить из седла. Эмоционально, духовно, душевно, вообще всячески, выбить из седла. Вот, и я, буквально, вот, какие-то минуты перед эфиром, буквально, все это, вот, опять, опять информационно обрушилось, и я понимаю, что, чем могу помочь? Самое основное, это молитва. И, я говорил на эфире, предыдущем еще, помните, да, чтобы мы победили лукавого, чем? Кровью Иисуса Христа, кровью Агнца Божьего, вот, и чем? Словом свидетельства своего. Наше свидетельство и кровь Агнца Божьего, кровь Иисуса Христа, вот, важнейшее оружие наше христианское. И не возлюбить души своей даже до смерти. То есть, понимать, что, да, моя жизнь, она не моя, она полностью, без остатка, принадлежит моему Господу и Спасителю моему. Уже не я живу, живет во мне Христос, все. Это, а что живу, то живу лишь верой в моего Господа, в моего Спасителя. Да помилует его Господь, даст ему мир, веру твердую во имя Иисуса. Аминь, аминь, да, аминь. Вот, и молюсь за его восстановление, вот, как служителя Божьего. Он хороший христианский служитель, протестант, писятник, вот, значит, миссионер. Он трудился там в Заполярье, в таких нечеловеческих условиях. Начинал церкви в Никеле, в Мурманске, вот, в тех краях, в этих гиблые места, в вечной мерзлоте трудился человек. Слава Богу. Вот, я даже, ну, очень так рад, что такое зять у меня, который вот именно приложил руки к великому труду Евангелия, благовестия. И церкви, которые он насаждал тогда, вот, они до сих пор функционируют, эти несколько, уже несколько лет, да, значит, и братья там развиваются в этих церквях. Слава Богу. Миссионеры трудятся по Заполярье дальше, вот, значит, это самый конец, это, как называется, Северный Ледовит Океан. Северный Ледовит Океан. Вот так вот, друзья. Вот, и молюсь о его восстановлении, как служителя Божьего. Праведник даже семь раз упадет, семь раз поднимется, именно поднимется, слава Богу. Поэтому молюсь об этом. Вот, и, да, помолитесь за друга Ефима из Израиля, чтобы Бог его поднял, он сирота, спасибо. Да, да, Елена, это на Фейсбуке уже сообщение пришло здесь, просьба помолиться, это для тех, кто на Ютубе, я поясняю сейчас. Я читаю параллельно сразу и на, кто пишет на Фейсбуке. Вот, Господь, да, благословит Ефима во имя Иисуса Христа. Вот, и он сирота, но, знаете, вот, действительно, каждый человек, рано или поздно, он это сиротство понимает, осознает. Кто-то больше, кто-то меньше степени. Вот, когда уходят родители, мама, папа наши, вот, мои умерли, и мама, и папа. Вот, и я осознал очень четко, когда не стало ни мамой, ни папой, то осознал вот это сиротство, знаете ли, вот. Но особенным стало для меня исписание, что Бог есть Бог сирот. И он мой Бог, он мой Бог, он мой отец и мать, и все для меня. Вот, и, знаете ли, и, действительно, пусть Господь благословит и Ефима, и всех братьев, сестер. Вот, да, значит, враг хотел, Ольга пишет, да, украсть вашу радость, но видимое временно, а невидимое вечно. Из терновника произрастет кипарис, верим, аминь, 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 аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь, аминь. Ох, славьте, Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славлю Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Аллилуйя. Из тесноты возвал я Господу, и Он услышал и спас меня. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на себя. Славлю Господа, ибо Бог благ, ибо вовек милость Его. Славлю Господа, ибо Бог благ, ибо вовек милость Его. Славлю Господа, ибо вовек милость Его. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь, за все благодарю Тебя, Боже Всемогущий. Благословен Ты, Спаситель наш, Господь наш, Бог Всемогущий. Аллилуйя! Слава Тебе! Аминь! 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 О, аллилуйя! Слава Богу! Друзья, благоставляю всех вас во имя Господне. Вот, сейчас, даст Бог, снова как раз поговорим тоже по мессенджеру. С домом своим поговорю, с семьей, с детьми, с женой, вот, и сегодня вместе помолимся с ними как раз. Да, Елена пишет, спасибо, слезы по щекам, Дух Святой на этом месте. Аминь! 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 Алилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Благословен Господи, Боже наш! Благословен Ты, Господи, Боже наш! Алилуйя! Обнимаю всех, целую, благословляю всех во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Аминь! Славьте, Господа, ибо...